Уже завтра вся страна отметит один из самых главных праздников – День Победы. Владимир Васильев сегодня побывал в гостях у тех, кто во время войны, рискуя своей жизнью, защищал Родину. Глава республики пообщался с ветеранами и выслушал их воспоминания. Они также получили денежные вознаграждения и подарки. Все подробности у Севрины Шамхаловой. Курбан Курбанов ожидает почетных гостей, надев свой праздничный китель с наградами. Курбан Магомедович, полковник, в отставке, 33 года отслужил в органах госбезопасности. Во время войны ему было всего 16, поэтому на фронт его не взяли. Я шел добровольно в армию, на фронт. Но меня не пустили. Меня не пустили, сказали, что ты молодой, рядом поставили винтовку русскую. Он оказался выше моего роста. Сказали, что ты недорос. И он меня в военкомат поставил. Сказал, иди сюда, здесь оставайся. Уже гостям ветеран рассказал, что пошел служить в отряды добровольцев, так называемые истребительные батальоны. Там он помогал ловить шпионов и диверсантов. Глубоко уважаемый Виктор Михайлович, праздник. Спасибо, Владимир Абдулевич. Глава, да. Можно как офицер-офицер. Здравствуйте. Владимир Васильев побывал в гостях еще у одного человека, прошедшего всю войну. Виктору Михайловичу Хрисанову 96 лет. Но он помнит каждый свой бой. День в день, называя даты и цифры, он поражает своей феноменальной памятью и военной выправкой. С 1942 по 1945 фронтовик принимал участие в боях на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах. Но тяжелее всего, говорит ветеран, было отстоять Сталинград. За время войны он был несколько раз ранен, но каждый раз после лечения возвращался на фронт. Теряется такое ощущение своей опасности. Опасность за судьбу всего коллектива отвечается. И вот это превалировало в жизненном опыте, в период военных действий, да и в мирное время. На Кубе работает без права переписки, в стесненных условиях и прочее, прочее. Виктор Хрисанов награжден пятью боевыми орденами. Закончил войну ветеран Устен Рейхстага и сейчас, спустя 74 года, со дня победы, с трепетом вспоминает этот великий подвиг советских солдат. Северина Шамхалова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.